У меня вымораживает ситуация уже. Я приехал, 50 минут, жду, пока мне машину покажут. Сейчас какие-то вопросы по машине возникают. Привет тебе! Сегодня приехал опять в Мейджор, в Мейджор Сити, да? Не Москва Сити, хотя Москва Сити у них вот здесь вот наклеена. Постоянный клиент себе покупает Range Rover. Дорогая машина, дорогой комплектации, больше 10 миллионов. Пойдемте, мне интересно, сколько косяков я найду по этому автомобилю, если они есть. Всегда косяки есть, всегда находятся. Иногда существенные, иногда нет. Поэтому проверяйте новую, даже новую машину обязательно. Пойдем проверять. Можно 10 минут, 20, 30 подождать, но не были. Мы не из тех, кто любим ждать, сразу говорю. Поэтому быстренько всех отгоняем, машину показываем, мы ее проверяем. Обычно зона выдачи у них вот здесь. Вчера смотрел ролик, как мотобайкер на дороге встретил чувака на электрическом самокате, вполне конкурентно ехал. Кстати, они поменялись. Блин, 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 а можно попробовать? Пситофория остановила. Да, пробовал. Ничего себе, как он бьет. Ты не торопишься, просто, блин, можешь дальше прокатиться. Так. Пиздец. Ребят, он улетает из-под тебя. Надо менять, блин. Мотоцикл на электро. Там, велосипед, самокат. Под сотку разгоняется. Самокат. Вы, господа, спросите, что я так пристально ищу? Я-то, конечно же, ищу не прокрасы. Всякий песок, брак. Мне это интересно, да? Вот я уже нашел, уже два. Может, на завод идти работать? Я не знаю, снимет ли камера. Но лучше всего вот отсюда снимать. Вот, с моей точки зрения, на фоне зеркал будет хорошо видно вот эту песчинку. Вот она. Это нормально. Это обычное дело. Так, еще, честно говоря, неплохо покрашен для британцев. Вот, да, дефект тоже краски. То есть, ну, это уже вообще просто палево. Ну, опять же, для британских машин, видите, вот. Кабульта просто. Подкрашенное крыло. Прям слой чем-то коснулись при окрасе. Болты такие стрёмные, да? Как будто их подкрашивали. Посмотрите, поближе снять сверху. Прям видно, какой-то стрёмненький болт. Нет, их не подкрашивали, так и есть. Где там кнопка бочка? Какова бочка? Ну, заправочная. У него кнопка должна, мне кажется, просто на лючок нажимаете, и он открывается. Как на всех немецких машинах. У них проблема есть от Audi, она сюда наверняка перекочует зимой, может вот этот замерзать замок. Совершенно верно. И ломается. Но меняется недорого вставка, это, если замком, относительно, конечно. У нас раз было, вот, в этом году на трассе была такая ерунда. Видите, нашли покупатели друг друга, пока общаются, а мы смотрим. Историю уже рассказывают, жизненной. Тут по передней части появились у меня очень определенные вопросы. Сейчас менеджер дождемся и у него спросим. Пойдемте назад, там тоже есть что посмотреть. Вот это вот, да, торчит. Вот эта, говорю, подкрыла, как-то торчит. Странно. Не, может их вставить, а пусть сами поправляют. Не проблема, лишь бы он потом не вылетал. Пленочка, видишь, как наклеена. С пузырями. Что это называется? Это плохо. Сюда будет потом попадать влага и грязь. Она должна плотно приклеена быть. Забойственное, что, так же отваливается? Вот в том-то и проблема, Николай. С этой стороны все хорошо. Здесь ничего не отваливается. Вот он под крылок войлочный. Нормально, абсолютно сделан. Что такие внимательные, а? Подборщики, эксперты, вы что такие внимательные? Ну, вот видите, с этой стороны наклейка наклеена. Без пузырей, ровно. То есть, почему-то по левой части какие-то проблемы. Наклейки криво наклеены. Толщиномером еще пройдемся, хотя я не вижу следов окраса никаких, конечно. Справа работал более качественный мастер на сборке, на заводе. С левой части был другой подчеловек. У меня вымораживает ситуация уже. Я вам честно скажу. Я приехал, 50 минут, жду, пока мне машину покажут. Мы назначились на 10. Без 10-11 мы начинаем ее смотреть. Сейчас какие-то вопросы по машине возникают. Где человек, который подкрыл там заниматься? Вот сейчас придет гарантичка. Здесь по этой самой паста забитая. Вот это что за белая ерунда? Откуда здесь делась? Не, ну это пыль может быть. Не обязательно, что это. Белая пыль откуда у вас? Она у вас в карьере ездила или что? Пыль. Даже если ее полировали, я же могли полировать. Я спрашиваю, полировали ее или не полировали. Выпает, при этом все что угодно делаете. Я же не говорю при подготовке. Узнавайте. Человек это интересует. Меня это интересует. Ну вот здесь даже, да, вот следы. Вот что это? Новый автомобиль. Вот на пластике что это? И не оттирается. Это следы полировки или что? Что за б***я херня? Откуда это? Что это? То есть он просто приехал подписывать акт. По акту по строкам он подпишет, уже претензии будет предъявлять поздно. Поэтому мы смотрим у вас машину сейчас. Сетку же вы устанавливали, да? Она же не заводская. Бампер снимали. То есть может быть поцарапали бампер, полировали после этого. Может быть просто полировали. Вы на вопрос просто ответьте, да и все. Если мы ее полировали, вы могли еще полировать до того, как в салон загонят. А кто? А, она в салоне у вас стояла что? Ее же техники готовили. Машина в салоне стояла. То есть она у вас была в шоу-руме, да? Да. То есть тогда ей нужно это просто пояснить, что да, мы после шоу-рума, естественно, полирнули. Она по-другому даже не ложится. Но она все равно. Она сейчас на салон смотрит. Бейн-жи-рой. Ведро. Она долго у них в шоу-руме стояла? Не особо. Просто здесь особое внимание надо обратить на салон. А может, портфель мой стоит, поэтому он не складывается. Правильно делают, а друг человека. Теперь должно. Я сейчас покажу просто. Николай потом уже снется. Я ничего не делал. Это что за жвачка? Это что такое? Я даже не хочу это трогать. Это как? Мы хотим МАК подписывать, но где Вадим этот, как его там? Вадим! Издите, ёб твою мать! Это что за говно? Герметик. А что он тут делает? Ну, я так понимаю, пока калибровали сиденье, отвалилось от какого-нибудь механика. За 13 миллионов, ребята, у вас на сиденье просто черное говно. Куда вы рукой можете залезть? Это, говорит, отвалилось от какого-то механика. Ё-моё! Я что-нибудь другое придумал, конечно, но это жесть. У неё вот эта штучка отогнута прям. Прямо какого-то вот этого. Ну, это тот, который стоял. А у этого она прижата. Ну да, она вот прям вот. Давай стоим. Этот. Который лучше. Сейчас соберём. Здесь 10 машин. Последний такой, я помню, из 3-5. Было на ЗЛК. Когда ты приезжал, там даже руля не было. Зато люди сейчас сидели уже здесь. Видите, как Атон. Да что ты, черт побери, такое несёшь? Ну, вот видите, клиентом начали заниматься. Приехали мы, пошло внимание. Прибежали люди, начали заниматься машиной и клиентом. То, что и нужно. Внимание каждым мелочам, когда машина стоит больше 10 миллионов, начинает заниматься. По окрасу тут ничего нет. Всё хорошо с машиной. Пловодской слой. Никто ничего не красил. Ничего не делал. Ну, вот зазоры, да, можете посмотреть. Вот линия идёт, да. И эта линия идёт. Дверь закрыта. Сборка, говорю, вот видите. Вот Давидыч любит на это заострять внимание. Смотрите, капот ниже, чем крыло. Они даже выставить не вы видите. Крыло наступает. Видите, у вас дверь на 3 миллиметра торчит ниже чуть-чуть, чем крыло. Ну, вот видно, вот линия идёт, а эта выше. Так отрегулировано. Пусть регулирует. Не, 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 не надо. Они болты будут крутить, конечно. Не надо? Не надо. Это пустяк. То есть, ну, такая сборка. То есть, на это точно им не нужно трогать. Потому что потом приеду опять яхо, будете продавать, скажу, что, брат, болты кручены, что с дверью? Регулировали. В общем-то, машину посмотрели, в шоуруме стояла. Для автомобиля, который стоял в шоуруме, хорошее состояние. На мой взгляд, машина, которая длительное время стояла в шоуруме, ни день, ни два, она уже не новая. Её же посидели, потрогали, полазили, всё это покрутили, где-то поцарапали, повредили. Часто так бывает. Поэтому, друзья, опять же, к этому делу машину и шоурума берите с пониманием, что в ней посидело 100, 200, 1000, 2000 человек. Спасибо.